Дух религиозности Дух религиозности присутствует в Хайфе, где автобусы ходят даже по субботам. Здесь находится мировой центр терпимой и всеобъемлющей религии бахуаизма. Верующие приходят для тихой молитвы и медитации. Гармония и спокойствие бахайских садов контрастирует с кипучей жизнью портового города. Я тебя о стране спрашиваю впечатление. Впечатление просто поразительное. А после этого скажи еще, если бы еще в Сикерленд спрашивали? Или вообще было бы. Сикерленд на сегодня нам в стране доберетесь. Квалиды выбирали такие, которых нет для иной страницы. А баб вообще в числе тебя назван, да? А баб? Да, не баб, а баб. Наполеон говорил об Акре, что это жалкая крепостишка. Если бы он взял его, дорога на восток была бы открыта. Но Наполеон так и остался на постах города. Казахстанская улочка. Это самое керамическое производство для канализации. Мы нашли в Сталинске. Называется Альдой Кула. Альдой Кула. Альдой Кула. В этом магазинчике можно заказать любую вещь, и она будет эксклюзивной. Самое важное место в городе – это порт. Благодаря ему город живет и процветает несколько тысячелетий. Древняя история и смешение культур превратили Акро в один из самых своеобразных и интересных городов Израиля. Он не подвластен временем, сохранил свою самобытность. Самое популярное развлечение в городе – катание на лошадях. Каждый раз, когда я приезжаю в Яфо, город открывается по-новому. Существует легенда, что это дерево посадил житель, которому запретили сажать деревья в землю. На самом деле – это структура. Я не умею говорить, у меня жена хорошо горит. Спасибо Ларисе за чудесный отдых, который еще продолжается. Сегодня идем в ночной клуб. Это специально для Дэвида. Дэвид, привет! Это специально для твоей жены, потому что Дэвид этого не поймет. Современный Тель-Авив – процветающий и шумный город. Деловой и коммерческий центр. Старый Тель-Авивский порт открылся в день Советской Армии 23 февраля 1938 года. Башня Азриэли – комплекс небоскребов, который был построен в 2007 году и назван в честь инициатора проекта предпринимателя Давида Азриэли. Круглая башня, самое высокое здание в Тель-Авиве, 150 километров, насчитывает 49 этажей. Треугольная и квадратная – поменьше. На 49 этаже круглой башни находится закрытая смотровая площадка. Открывается потрясающий панорамный вид на Тель-Авиве. Субтитры создавал DimaTorzok А я пытаюсь тоже сделать, но я не могу. Смотри. Смотри, 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 смотрите, вот еще одна рыбка. Целых дверей поднимается. Также у нас в гостях побывали рыбки Вита и Серёжа, которые вместе с нашей Лизой повеселились вдоволь. Ничего себе, вот это да! Фокус, фокус, фокус! Раз, два, три! Раз, два, три! Волшебная бочка открывается! Да, да, она сама сквозь! Да, блин! А, Серёжа старается, да? Ребёнка потерял? На этом наше знакомство с этой удивительной страной не завершается. Поэтому я говорю до новых встреч в Израиле!